Далее из военно-политических новостей, ну вы знаете, это главная новость суток, первое европейское турне, ну скажем так, первое большое турне президента Зеленского после начала массированного вторжения российских войск в Украину. Я не беру, я вчера уже объяснял, не беру визит в Соединенные Штаты, это был персональный визит по приглашению президента США, а вот именно турне с посещением Лондона, Парижа и Брюсселя, сегодня Брюссель, скажу так. Так, ну на вчерашний день, я сказал вечером, конечно же, на момент записи вчерашнего видео никаких результатов визита в Лондон Владимира Зеленского еще не было. Конечно же, к вечеру посыпалась информация о прорывных пакетах помощи, в принципе, скажу так, все ожидаемо, но даже намного больше, чем предполагалось. Ну, в частности, я предполагал намного скромнее, я думал, что вопрос будет решаться просто да, даем, не даем, а оказалось, что вопрос решается на уровне того, что самолетная подмога или передача авиационной техники нам может или уже выливается в такой же парад, как это было с танками, когда все захотели передать нам танки, хоть чуть-чуть, хоть один, хоть, кстати, даже Португалия, которая там столько говорила, у них три танка, они и то передают их Украине. По танкам мы еще сегодня поговорим, есть интересная информация от немецкого производителя «Леопардов». Но вот с самолетами сейчас происходит то же самое. Стало поздно вечером, когда из Лондона пришло сообщение, что премьер-министр Риши Сунак дал команду министру обороны подготовить предложение о передаче боевой авиации Украине. Речь пошла о самолетах «Торнадо» или «Тайфун». В чем особенность этих самолетов в том, что они являются пусковой платформой для ракет «Шадов Шторм». И вот «Штормшадов» наоборот. Или «Эскальп». Это одна и та же ракета, просто либо аббревиатура, либо ее название «Штормшадов». Это крылатая ракета с дальностью пуска до... Она новая, 2001 года, с дальностью пуска 560 километров, но с возможностью расширения, увеличения этой дальности до 1000 километров. И это говорит о том, что и у нас появится такая же возможность. А теперь представьте, что если их пускать с борта самолета и пускать, допустим, от границы Украины. Вот отмеряйте 1000 километров, куда может долететь эта ракета. Это крылатая ракета, современная, которая разрабатывалась для применения в условиях современных систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, то есть постановки радиоэлектронных помех. Она прекрасно справляется с преодолением этих систем. И у нее есть особенность, она может лететь на сверхмалых высотах. Если вот мы смотрим, калибры летят там где-то порядка 500 метров высота, то вот ракета Шторм Шадро может лететь на высоте 30-40 метров. То есть фактически над крышами домов. Это гарантированно ей обеспечивает то, что она будет находиться в большинстве своего полета, она будет находиться в мертвой зоне современных радиолокационных станций, особенно, которые есть на вооружении Российской Федерации. Да, тактические средства ее могут поймать, но, извините, у нее скорость почти равна скорости звука. Если они будут успевать, то они будут пытаться с ней бороться. Если же нет, значит она просто пролетит мимо их. Вот такая вот информация к вечеру пришла из Лондона. Потом уже поздно, ближе к ночи, пришла информация о том, что Владимир Зеленский из Лондона переехал в Париж, где не просто встречался с МНЛ Макроном, а туда прибыл Олаф Шольц. И, насколько стало известно, ближе к вечеру Владимир Зеленский убедил МНЛ Макрона в том, что нам нужна боевая авиация. И надо ее давать как можно больше и как можно скорее. И, скорее всего, мы знаем, что F-16 во Франции нету, что на удивление. Но, тем не менее, у них есть Рафаэл и Мираж 2000. Ну, Рафаэл это более современная машина из последних разработок. Их очень мало у Франции. Их не особо закупали для армии. А вот Мираж 2000 довольно неплохая машина. В принципе, я думаю, что может быть рассмотрен вариант поставок этих самолетов тоже вооруженным силам Украины. Причем в кратчайшие сроки. Ну, и сегодня Владимир Зеленский посетил Брюссель, где опять же с этими же лидерами встретился. И встретился с представителями руководства Европейского Союза. Тут хочется отметить очень интересную деталь. Дело в том, что я так понимаю, что в принципе решение по самолетам и ракетам уже принято на уровне глав государств. И вот этот визит, вот этот турне президента Зеленского, оно тому является полным подтверждением. Потому что особенно в Брюсселе на саммите, ну, не знаю, только ленивый, наверное, не призвал страны быстро предоставить Украине в необходимом количестве ракетное вооружение и дальнобойное вооружение, ну, имеется ввиду ракеты и боевую авиацию. Даже глава, президент Европейского парламента тоже призвала, Жан Мишель тоже призвал дать Украине это вооружение. То есть все должностные лица, все сказали, да, Украине надо дать. Ну, я же говорю, даже Португалия со своими тремя танками, и то Алиапард сказала, все, танки отдаем, самолеты не можем дать, потому что их нет. Поэтому, вот, есть три танка, и их тоже отдаем. Я вам скажу, что это кардинально меняет картину мира, и кардинально меняет подход Запада к нашей войне. Я уже обращал внимание на то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что оружие надо дать столько, чтобы война закончилась в этом году, победой Украины, примогой Украины. Вот, Британия опять впереди планеты всей в плане принятия решений по самолетам и ракетам. Оружие, это, Соединенные Штаты заявили о полной поддержке Украине, мы с вами столько, сколько надо, и Европейский Союз объявил, что тоже оружие надо дать Украине столько, призвал все страны дать оружие Украине столько, сколько надо. И вот еще один такой нюанс. Приветствовали президента Зеленского в Брюсселе. Все словами, вот я сейчас приведу цитату, президент Европейского, Роберто Мецола, кстати, она тоже выступила, озвучила важные месседжеры о необходимости предоставления дальнобойных систем и истребителей Украины. Жан Мишель тоже, глава, Шарль Мишель, извините, председатель Евросовета, тоже самое сказал. Но, что самое интересное, и Роберто Мецола, и Шарль Мишель приветствовали Зеленского, когда здоровались с ним, приветствовали его словами, добро пожаловать домой. Добро пожаловать в Европейский Союз. Это относилось к государству Украина. То есть, Европа на сегодняшний день в лице своего руководства четко понимает, что Украина это полноправный член Европейского Союза. Что Европа для Украины это дом родной. Добро пожаловать домой. Ну что ж, для нас это огромный плюс и огромный посыл со стороны Европы, что они готовы нас принять в Европейский Союз. Кстати, президент Зеленский выступил перед Европейским парламентом. И в своей речи, ну, в своей речи надо отметить, что он, во-первых, скажу интересный такой нюанс, что Европейский парламент знает приветствие слава Украине героям слава. Они ответили на приветствие президента Зеленского. Четыре ключевых вопроса к лидерам Европейского Союза озвучил президент Зеленский в ходе своего визита и своего выступления. Первое. Ускорение поставок вооружения Украине перед вероятным весенним наступлением Российской Федерации. Второе. Усиление санкционного давления на Россию, включая атомную энергетику, в частности Росатом, в связи с захватом Запорожской атомной станции. Третье. Вступление Украины в Европейский Союз и начало переговоров о членстве к концу года. Ну, это, в принципе, было оговорено ранее, а теперь это только подтверждается. Ну, и поддержка западными партнерами украинской формулы мира, которая состоит из десяти пунктов. И там пункт номер один. Полный вывод российских войск с территории Украины. А дальше демилитаризация, деноцификация Российской Федерации и так далее по списку, заканчивая контролем над ядерным вооружением России. И гарантиями стран-партнеров Украине вступить в войну на стороне Украины, если Российская Федерация предпримет хоть какую-то попытку агрессии в отношении Украины. Так что кардинально поменялся мир, кардинально поменялось видение западных политиков. Ну, и еще добавлю пару новостей. Это, в принципе, основная такая новость, точнее, по сегодняшним или по прошедшим суткам. Я так понимаю, к вечеру визит будет закончен и президент Зеленский будет возвращаться в Киев, в Украину. Почему? Потому что у нас здесь жизнь продолжается. И что самое тяжелое, это то, что продолжается война. И институт изучения войны говорит нам о том, что российские войска начали наступление в Луганской области. Эксперты отметили этого института, что в движении оккупантов к северо-западу от Сватова здесь Россия привлекла части нескольких дивизий для наступления. В частности, мы знаем о трех дивизиях, которые привлекаются к наступлению. Одна из них мотострелковая из состава 1-й гвардейской танковой армии Российской Федерации. Да, это та самая танковая армия, где сняли командующего за огромные потери, которые армия понесла в первые месяцы вторжения российских войск в Украину. Наша оборона не дает врагу добиться значительных успехов. И вооруженные силы могут перейти к контрнаступательным действиям для предотвращения попыток продвижения российских войск вглубь нашей обороны. Вот такая вот новость. Кстати, Польша присоединилась к другим европейским странам и будет готовить наших военнослужащих. Ну, опять же, мы смотрим, что уже столько стран готовят нам военнослужащих. У нас уже такая непрерывный конвейер образовался, школа подготовки наших военных. Польша будет готовить одновременно два батальона вооруженных сил Украины. Я так понимаю, это будет на основе ротации до конца войны, это точно. По готовности батальоны будут возвращаться в Украину, следующие батальоны будут заходить в Польшу на обучение. Следующая новость. Шведский парламент поддержал предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет. И Швеция выделит Украине 406 миллионов долларов на военно-техническую помощь. В основном это будут... Швеция передаст Украине военное оборудование. Речь идет о противотанковых вооружениях, об оборудовании для разминирования, о легком противотанковом оружии Робот-57 и шведских боевых машинах пехоты СВ-90. Мы с вами рассматривали довольно серьезная машина с довольно серьезным вооружением. Также еще по Польше забыл уточнить, что они нам передают оборудование для ремонта нашей энергосистемы, которая пострадала в результате ракетных ударов со стороны Российской Федерации. И в этом плане Польша расширяет пакет помощи не только военной, но и энергетической. Кстати, нам теперь и звучало это от наших энергетиков, что мы теперь не просто восстанавливаем энергосистему, мы строим новую энергосистему, которая будет адаптирована и будет присоединена к единой европейской системе энергообеспечения. То есть по энергетике мы полностью уходим в Европейский Союз. Еще несколько новостей, одна из которых хочу обратить внимание на заявление экс-командующего армии Соединенных Штатов в Европе Бена Ходжеса. Знаете, он занимается военной аналитикой и тоже делает военные прогнозы относительно хода нашей военной кампании. Так вот, Бен Ходжес в принципе подтвердил версию генерала Бутанова о том, что летом, этим летом Украина может освободить Крым. Видите, как мы говорили с вами ранее, Крым выходит во главу угла. Крым становится задачей номер один, даже не Донбасс. Именно Крым. Почему? Потому что с освобождением Крыма все остальное теряет смысл. И вся оборона Российской Федерации просто рухнет в одночасье. Просто в одночасье. Дай Бог ему нести ноги с нашей территории. Чего мы, конечно, постараемся не допустить. Ну вот, и видите, командующий Бен Ходжес тоже отмечает, что если Крым будет освобожден, после этого все рухнет. Вся война теряет всяческий смысл. Крым это ключ, так считает Бен Ходжес. Так вот, он говорит, что вооруженные силы Украины должны взяться за Крым как бы всеми возможными средствами и начать разрушение логистики на территории полуострова. В том числе не допустить восстановления Керченского моста, а добить его до конца, чтобы прекратить вообще какое-либо движение по этому мосту. Это будет цель номер один. Превратить Крым в настоящий полуостров, который примыкает к материковой Украине. Это географически. А так мы знаем, что Крым это Украина и входит в состав нашего государства. Встав в настоящий полуостров, паром я не беру в расчет, паром не обеспечит необходимых поставок. Тем более, что паром тоже можно нанести ракетный удар и прекратить его функционирование, во всяком случае, на территории полуострова. И тогда Крым остается ловушкой. Дальше методическое нанесение ударов по военным объектам Крыма, подчеркиваю, военным объектам, базам хранения, воинским частям, аэродромам и так далее. И тому, в системе ПВО. С привлечением западной авиации. Об этом, ну как бы, к лету у нас уже будет достаточное количество этой авиации. До ракет малой и средней дальности. И дальше уже заходить в Крым основными силами сухопутных войск. И это будет ключ к окончанию войны. Вот даже можно так сказать. Потому что дальше Донбасса уже никому не будет нужен. Если мы освобождаем Крым. Вот такой вот прогноз высказал Бен Ходжес, бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе. Ну и на пасашок новость. Вишенка на торте. Как обычно, есть такой оборонный концерн в Германии. Rain Metal называется. Это отец-прародитель танков Леопард. Что первый Леопард, это их творение. Что второй Леопард, это их творение. Мы знаем, на сегодняшний день концерн выпускает танки Леопард в седьмой версии. Уже в седьмой. Причем это настолько, будем так говорить, настолько современный танк, использующий... Начиная с шестой версии... Нет, с пятой версии. Леопарды уже могут работать в единой системе управления огнем. По алгоритмам искусственного интеллекта. То есть, в составе Роя. В седьмой версии уже рассматриваются варианты прозрачной брони. То, что я вам рассказывал. То есть, экипаж на экранах видит все, что творится вокруг танка. Вот. Но техника и наука не стоят на месте. И концерн Рейн Металл разработал новый танк. Это будет основной боевой танк Германии. Называется он КФ-51. КФ-51. Пантера. То есть, зоопарк продолжается. Немецкий. Растет и возвращается. Помните, да. Пантеры были. Как тигры, пантеры уже были. Так вот, это будет основной боевой танк. Это новое поколение танков Леопард. Из Леопарда 2-го. Они уже сделали немецкий. Следующего поколения танк. Который будет называться Пантера. Причем, чтобы вы понимали, насколько он новый. Впервые этот танк был показан на выставке Евросатори 13 июня 2022 года. То есть, полгода назад этот танк впервые официально увидел свет. И что он является преемником Леопарда 2-го. И что тут интересно в этой новости. В то, что немецкий оборонный концерн хочет построить завод по производству танков Пантера. В Украине. Вот такое решение немецкого производителя. Сейчас ведутся переговоры. Уже ведутся переговоры. С правительством Украины и с правительством Германии. Ведут переговоры представители концерна. По согласованию вопросов строительства завода по производству основных боевых танков Германии. Пантера КФ-51 в Украине. Причем первые танки могут сойти, если будет достигнута договоренность, первые танки могут сойти с конвейера через 15-18 месяцев. Не удивляйтесь, потому что современные технологии строительства позволяют осуществлять его вот такими гигантскими темпами. Хотя я думаю, что первые танки сойдут с конвейера завода в Германии. Но завод в Украине будет строиться, как только будет окончена активная фаза боевых действий. А может быть и раньше. Если мы закрываем небо, гарантированно закрываем небо, о чем мы сегодня еще будем говорить с поступлением новых систем противоракетной обороны, то может быть строительство начнется и ранее. Ну что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нас. Новостей очень много, но и ситуация на фронте обостряется. Обостряется тем, что россияне пытаются нарастить усилия в плане наступательных действий. Правда наступление в основном в пешем порядке, в основном личным составом и я бы не сказал, что там намного меньше бронетехники, чем допустим они наступали в летние месяцы. Редактор субтитров А.Семкин